Я хотел бы начать с того, что солитаризируюсь с Артёмом, и во многом те тезисы, которые я буду озвучивать, будут продолжением, развитием его наблюдений. Но если Артём, как учёный, изнутри наблюдает эту систему, я скорее смотрю на неё со стороны, со стороны в двух рамках. С одной стороны, со стороны инвесторского сообщества, то есть то сообщество, которое рассчитывает заработать на научных результатах. И это сообщество имеет своё весьма определённое мнение относительно будущего науки, потому что наука для него сейчас, наука всегда для инвесторов была один из основных, скажем так, точек приложения силы, у них есть определённая позиция к этому вопросу. А с другой стороны, с точки зрения некоторого общего понимания модели развития, чем, собственно говоря, я в последнее время всегда занимался. Хотел бы начать со следующего, что инфраструктура науки на самом деле не является какой-то искусственным образованием, которое рождается, исходя из логики самой науки. Как правило, нет. Инфраструктура науки определяется самой актуальной на данный момент общественной дискуссией и формируется в сопоставлении или противопоставлении с этой общественной дискуссией, то есть в полифонии с теми решениями относительно систем управления обществом и глобальным обществом, которые актуальны в настоящий момент. Наука всегда отображает самую актуальную общественную дискуссию своего времени. Современная наука, академическая наука была создана в тот момент, когда в Великобритании рождался парламентаризм в современных формах, и академия наук, королевское общество, создавалась как определенном образе антитеза парламентаризма. Основа современной науки – это дискуссия Бойли и Гоббса относительно того, по каким принципам должно быть организовано знание и принятие решений. И если парламентаризм, как мы знаем, пошел по некоторой консенсусной модели, модели общественного представительства и договора, то наука пошла по меритократической модели, когда есть экспериментатор. Задача и ответственность экспериментатора – доказать чистоту данных и на основе этой чистоты данных прийти к пониманию закона. Вообще понимание закона природы, оно имеет тот же корень, что и закона общества. Условно говоря, королевское общество под руководством Гука заседало так же, как британский парламент, оно принимало и утверждало законы природы на основании данных, для того, чтобы больше не возвращаться к этим вопросам и сформировать своего рода прецедентное право ученого в отношении природы. Это очень важно понимать. И точно так же, как сбор данных становится абсолютно кратильной операцией, если ты настроил механизмы сбора данных. И это косвенно подводит нас к тому, о чем говорил Артем, а именно о том, что именно системы с данных, системы получения и управления данных радикально меняют науку. Они меняют просто, ну, точно так же, как раньше мы писали от руки, сейчас мы пишем на компьютере. Мы меняем саму природу деятельности и в значительной степени меняем свойства деятельности. Вслед за этим начинает меняться и структура науки. Наука все больше переходит к тому, инфраструктуру науки, чтобы обеспечить следующие простые принципы. Первое. Обеспечить максимальную свободу конкретному ученому в его деятельности и получении за эту деятельность как на вознаграждение, так и признание. То есть устранение посредников. Я это называю стартапизацией. Точно так же, как экономика перестраивается под стартапы, когда устраняются все барьеры, чтобы конкретный предприниматель получил деньги. Точно так же ученый сам непосредственно отвечает перед собой за возможность получить грант, получить деньги и за эти деньги ответить через публичные инструменты, например, публикацию статей или публикацию патентов и так далее. Получение патентов и так далее. Стартапизация. Вторая. Сетевизация науки. Наука стала распределенной. Практически ни одна научная тема не делается в одиночку. Он делается распределенной сетью. Управление этой сетью становится отдельным искусством. Самым высшим искусством является пилинговая сеть всех научных журналов по верификации данных. Это самый изощренный метод обеспечения частоты конфликта интересов. Но есть много других. Эти сети сейчас алгоритмизируются и автоматизируются. То есть протокол, по которому ты сдаешь данные, становится важнее, чем содержание этих данных. И стандартизация сбора данных становится основной инфраструктурой для того, чтобы вести научную деятельность. И как только ты получил большие данные, структурированные по определенным правилам, ты можешь применять к ним все современные алгоритмы изучения. То есть machine learning, big data, искусственный интеллект. И, собственно говоря, мы видим, что ученые в каком-то смысле, точно так же, как 90% ученых раньше основным искусством было владение научным методом и умение пользоваться научным оборудованием. Сейчас основное искусство ученого – это подготовка данных. Подготовка данных к единому использованию. А вот кто будет использовать эти данные – человек или искусственный интеллект? Это большой вопрос. Например, в медицине искусственный интеллект справляется с многими данными лучше в прикладных задачах. Лучше. Например, объем Водсона ровно на этом и выигрывает у онкологов. Потому что система доказательной медицины, основанная на больших данных, работает лучше, когда с ней работает искусственный интеллект. Он быстрее переваривает всю информацию. Получается, что основной процесс, идущий в науке, это то, что происходит в любой задаче оптимизации. Получение максимального результата при наименьших усилиях. Поскольку максимальный результат при наименьших усилиях – это частота сбора данных, сваливание их в единые базы и управление ими, то меняется соответственный процесс. Как следствие, действительно, вот этот тренд на искусственный интеллект науки, он возникает не как искусственная попытка привнести диджитал в науку, а как ответ на то, что меняется структура научной информации. Потому что как только основным объектом научной информации становятся статистики, и цифры, и данных, причем сравниваемые между собой по понятным согласованным алгоритмам, то диджитализация происходит автоматически. И на первый план выходят те области знания, которые наиболее близки к диджиталу по своей природе. Например, в медицине центром стала геномика. Практически вся фундаментальная биология сейчас начинает крутиться вокруг геномики, потому что геномика – это очень легко алгоритмизируемый объект. Он легко переводится в цифры, в данные легко обрабатывается. В социальных науках и науках о человеке таким же сборочным процессом становятся нейронауки. Потому что нейронауки тоже оцифровываются. Сейчас идет основной процесс оцифровки наук о мозге. Это сразу несколько запущенных мегапроектов по аналогии с геномом человека. Ну, там, все их знают, смысл которых – это алгоритмизировать данные о мозге, собрать те показатели, которые в наиболее легкой степени могут быть загружены в базы, с тем, чтобы потом их изучать. И начинается просто взрыв колоссальной информации. Причем очень важный момент, что вот эти новые центры сборки, они, в принципе, внедисциплинарны. Они даже не междисциплинарны, они другая дисциплина. Поэтому они очень легко выполняют функцию связок. Вот что такое современный нейросайенс? Это смесь нейрофизиологии, IT, лингвистики, инжиниринга, может быть, еще что-то забыл. Вот элементарно, вот эта связность возникает очень легко. Ну и, наконец, меняется инфраструктура, в том числе деятельностная. Вот почему, например, пошел такой экспоненциальный бурный рост числа статей и качество статей в основном в медицине. Потому что сменилась потребность. Если раньше публиковали статьи для того, чтобы доказать приоритетность научного результата, сейчас статьи публикуются для того, чтобы доказать результативность вклада в общий котел знаний каких-то факторов. То есть, грубо говоря, накопление данных становится основной задачей. Отсюда пошло рост статей. Если я попрошу поставить презентацию, очень коротко покажу иллюстративно, как это все выглядит в наукометрии. Это буквально две минуты займет, я пробегусь. Вот мой Science Trends. Нет, Science Trends и Киевики. Третий снизу. Вот обратите внимание, как выглядят карты наук, современные карты наук. Здесь данные с 2012 года, они не обновлялись просто инзевиром. Круг – это размер научных, количество научных статей в той или иной области. Связь, толщина связи – это количество междисциплинарных ссылок. То есть, из одной научной области в другую. Вот пролесните, пожалуйста, несколько. Германия, Япония, Англия. Вы видите везде, и Америка. Что… секундочку, остановитесь на этом. Вы видите везде, что огромный кластер наук о человеке и наук о обществе связан с кластером наук о природе через биохимию генетику и через… Вот поднимитесь на один вверх, пожалуйста. Да, через междисциплинарные факторы, идет на физику и так далее. Эта картина науки сейчас была в Германии, Англии, Японии и Америке до 2008 года. А вот если вы посмотрите на Америку 2011-2012 года, то вы увидите, что… Можно следующий? Да. Вы увидите, что Линк пошел напрямую из биохимии генетики на инжиниринг. И уже через инжиниринг он идет, с одной стороны, на компьютер-сайенс, с другой стороны, на физику. Таким образом, мы видим в динамике, что функции связей возникают, живым образом начинают расталкивать, сводить, точнее, сводить разные научные направления. Позвольте полиснуть дальше. Еще дальше. Дальше, дальше, дальше. Вот посмотрим теперь на нашу науку. Вы видите, что у нас кластеры медицины и социальных наук деградированы, другого слова нет. Кластеры естественных наук выглядят заметно, однако только в этом масштабе. Если начнете дальше, вы увидите, что физика в пропорции здесь значительно отстает. Если следующий слайд, медицина, вы увидите, что разница практически в два порядка. Я уже не буду показывать дальше слайды. Они все демонстрируют одно и то же. Кластер наук о жизни выступает сейчас основным драйвером, с одной стороны, накопления данных, а с другой стороны, выращивания на своем фундаменте новой инфраструктуры науки. Потому что именно науки о жизни в основном реализуются по той модели, которую я описал. Систематизировано накопление данных, алгоритмизация поиска закономерностей, формирование метод дисциплин на основе связи. Поэтому, когда мы говорим о будущей научной революции, которая уже началась, мы говорим о двух вещах. Первое. Идет система изменения общественного устройства. Общественное устройство. Это изменение общественного устройства по своему масштабу сопоставимо с эпохами Великой Французской революции и другими историческими изменениями, когда менялись принципы организации общества. Это изменение несет за собой драматическое увеличение самостоятельности конкретного индивида в принятии решений и повышение его текучести и мобильности, как трансграничной, так и трансдисциплинарной. Для того, чтобы обеспечить максимальную гибкость деятельности конкретного индивида, надо новую инфраструктуру. Эта новая инфраструктура дается через цифру. Вот если очень просто, то вот это вот основной тренд. И наука вынуждена трансформироваться вслед за этим. Поэтому все контуры будущей науки, на мой взгляд, достаточно легко выводятся из этих фундаментальных вводных. Спасибо. Два вопроса, Евгений, вам здесь по ходу. Я понял, что вы по большому счету сертифицировали с Артёма в этой части. Значит, два вопроса. Первое, но не приведет к измельчанию стратегизации науки, потому что мы потеряем эффект масштаба, потому что все же отменяется ли этот закон масштаба? Он совсем не отменяется, но он начинает действовать через закон больших чисел, условно говоря. Почему сетевизация? Потому что на фундаментальные закономерности и на неожиданные связи начинают выходить люди не потому, что они в силу каких-то обстоятельств ближе к каким-то источникам данных или установкам, а просто потому, что они первыми сумели осмыслить те закономерности, которые и так доступны через открытые системы. То есть точно так же, как со стартапами. Гениальная технологическая разработка может быть изобретена человеком, даже если он не живет в Силиконовой долине, а живет где-нибудь в другом месте. У него есть все вводные для этого. Вот реализовать ее в крупный бизнес он сможет только в Силиконовой долине за счет того, что там лучше инфраструктура. Но придумать ее он может где угодно. То же самое сейчас происходит с наукой. Сейчас самый простой пример, он очень наглядный. Это колоссальный резкий рывок Китая, например, в лайф-сайенсе за последние 10 лет. У Китая не было культуры наук о живых системах в современной научной форме. Они никогда не создавали старую структуру наук. Они сразу начали создавать новую, и на этой новой сумелись вырваться прямо в лидеры абсолютные. Но смотрите, и здесь второй вопрос замыкает. Вопрос на понимание в действительности. Не на открытие дискуссии с вами, а на понимание вашей позиции. Второй вопрос на понимание. Ну так меня учили, что если происходит смена парадигмы и идет революция, то, скорее всего, новые виды деятельности должны осуществлять новые институты. Старые, к сожалению, будут склеротировать, испытывать дефицит ресурсов и финансовый, и человеческий, и испытывать дефицит новых тем, и должны помирать. Но не является ли такое суждение для нас утешительным? Это означает, что посреди науки в ходе революции у нас разыграется вот та самая драма. И не обязательно ведь новые придут такие чистые, чистые, светлые. Смотрите, новые формы действительно начинаются, и даже в святая святых возникают новые форматы. Я вот с большим удовольствием для себя в этом году узнал, что NIH, такая, так сказать, башня из слоновой кости фундаментальной медицины, последний год делает огромную ставку на трансфер, коммерциализацию и взаимодействие с индустриями. NIH. Понимаете? То есть даже святая святых фундаментальной биологии сделала рывок в области индустриального взаимодействия. Поэтому, да, все научные форматы сейчас будут сильно трансформироваться за счет реально усиливающейся конкуренции с учеными других систем или внесистемных, которые будут вливаться вот в эту модель за счет повышения доступности. Как обычно при такого рода трансформациях, лидеры выиграют за счет гибкости, а те, кто сопротивляется, он уйдет со сцены. Самый наглядный пример – это революция мировых медиа, которая происходила по сравнимой модели 10 лет назад. Тогда тоже все ждали, что сейчас New York Times сгинет, а появится там Huffington Post. Ничего, New York Times остался New York Times, только он изменил свою систему работы с контентом и с потребителем. Он трансформировался. Соответственно, мировые лидеры из научных организаций, они останутся мировыми лидерами, но они поменяют формат работы.